А теперь, пожалуйста, кто не готов, заткните уши, а кто готов, слушайте. Раз приехали, говорите. Веды говорят, что семейная жизнь, в которой нет духовной практики, подобна колодцу, заросшему травой, из которого нет выхода. Почему такое сравнение, сейчас объясню. В древней культуре ведической была одна проблема. Там много было проблем, но вот одна из них я вам ее расскажу. Не все люди выполняли свои обязанности. Обязанностью было, если ты не используешь колодец, вырывались колодцы, если ты не используешь колодец, то его надо, ну, как бы, зарыть, закрыть. Ну, люди часто бросали колодцы и не использовали их. И этот колодец со временем зарастал дерном, так как в Индии очень быстро растительность растет. Он зарастал дерном просто вот так, травой, она переклеталась, и получалось такой вот большой колодец, там, допустим, метр, пару, полтора метра, два в ширину. Ну, и он зарастал травой вот так вот дерном, плотно, плотно очень. И, допустим, человек, путник какой-то шел по этому месту, и он не видел вообще, что там колодец. Он просто наступал туда и, представляете, на несколько метров в глубину падал. И так как там дерн, поэтому не слышно, что он кричит. Не факт, что он сразу заклёбывался, но никто не мог услышать его зова. Даже люди стояли рядом, они все равно не слышали, потому что звук заглушался сразу. И вот семейная жизнь сравнивается с такой ситуацией, что когда человек не занимается духовной практикой, а погружается просто в счастье, которое приходит от личной жизни, то этот человек постепенно, сам того не замечая, погружается в такую ситуацию, в которой он так страдает, так сильно страдает и так безысходно, что никто ему не сможет помочь. Он просто в жутком состоянии находится. И никто не может помочь, потому что все, кто окружают его в этой ситуации, точно так же страдают, как он. Но уже от него. И спрашивается, почему же так в этом мире все устроено. А чтоб мы поняли, что даже самое высокое материальное счастье является причиной самых больших страданий. Этот мир не предназначен для наслаждения. Он предназначен для того, чтобы осознать себя, сдать свой экзамен и отправиться туда. Теперь вы скажете, а зачем тогда вообще в семейной жизни жить? А есть люди, которые не живут. Есть люди, которые живут отреченной жизнью. Они поняли, что не нужна семейная жизнь. Это опасно. Очень много страданий, можно вообще потерять себя. Но, понимаете, для этого понимания нужно так же иметь особый вид тела. Потому что есть люди, которые не способны жить, не жить семейной жизнью. Не способны. У них не хватает силы внутренней. И поэтому они должны жить семейной жизнью. Но Бог устроил так же в этом мире, что даже в семейной жизни человек может развиваться духовно. И очистить свое существование. И вернуться к Богу назад. Даже в семейной жизни. Это возможно. По милости Бога. Потому что есть законы и правила, по которым семья может не просто жить счастливо в семейной жизни, А также обрести счастье уже на этой земле. Ну, то есть не то, что потом, когда ты будешь счастье, а даже сейчас уже будет. Это называется духовная семейная жизнь уже. Когда два мужа и жена не смотрят не друг на друга и наслаждаются друг друга в личной жизни, а смотрят в одну сторону. Смотрят на Бога и служат ему вместе. А наслаждение друг от друга они испытывают между делами. Потому что когда мужчина и женщина даже смотрят на Бога, они все равно будут счастливы. Потому что так устроен этот мир. Но если они хотят наслаждаться именно вот этим, тогда они будут получать страдания. Поэтому все ваши вопросы, Олег Геннадьевич, почему у меня то в семье, почему у меня все, ответ на них всегда только один. Потому что у вас в семье не хватает духовной жизни. Если вы скажете мне, Олег Геннадьевич, а почему, как я могу заниматься духовной практикой в своей семье, если мои близкие люди не хотят это делать, это опять тот же самый вопрос, который мы в начале лекции обсуждали. Почему у меня голова вылезла из болота, а ноги внизу остались? Потому что ноги всегда внизу, кто-то вверху, кто-то внизу. Ноги всегда будут внизу. А когда ты весь выберешься из болот, тогда ничего не будет в болоте уже. Ты сдаешь, дашь, когда все экзамены, твои родственники тоже начнут заниматься духовной практикой. И это неизбежный исход такой жизни. Перед тем, как я лекцию здесь читать, я с одной девушкой очень возвышенной разговаривал, которая здесь живет рядом. И она занимается очень серьезной духовной практикой. Ее муж, он попал в такую ситуацию, что он вообще должен был в тюрьму сесть в жизни. Но в результате ее молитвы, он не то что сел в тюрьму, он избавился от этих всех проблем и начал интересоваться сам духовной жизнью. И эта девушка, она очень сильно удивилась, что так произошло. Но я ей сказал, что на самом деле удивляться нечему, потому что это всегда так бывает. Когда человек занимается духовной практикой, сначала он прощает своим родственникам и не пилит их. Потом постепенно родственники, между ними начинают правильное отношение устанавливаться, а потом родственники начинают возвышаться в этих отношениях и меняют свою жизнь полностью. Так всегда бывает у того человека, который сам просто один занялся, пошел правильным путем в этом мире. Итак, смотрите, на дереве тела живут две птицы, говорят, сведы. Одна птица сверхдуша. Она бесконечно любит душу, которая забыла про нее. И душа хочет наслаждаться этим миром. Она рождается в этом сильном желании наслаждаться. И она постоянно клюет плоды. Сначала сладкий вкус испытывает, погружается в плод, потом горький. Одни плоды маленькие, и она их клюет между делом, но другие плоды очень большие, и она их клюет постоянно. Есть несколько больших плодов, которые всегда интересуют душу. Первый большой плод — это семья. Она приносит много счастья, поэтому душа всегда ее клюет и не может оторваться. Одна семья разрушилась, она немножко передохнула от этой боли, и опять хочет другую семью уже. И она не может остановиться. И вот эти большие плоды, которые сильно манят, сильно приковывают к себе. А веды рекомендуют все-таки клевать. Все-таки клевать. Потому что в материальном мире душа не может жить без материального счастья. Ей нужно это счастье. Поэтому если не получилось, надо заново, значит, клевать. Но если человек, живя духовной практикой, обретает духовную семью, как вот здесь люди живут общиной большой духовной, у них есть духовная семья, и в этом сладком вкусе духовных отношений человеку не обязательно иметь материальную семью. Потому что духовная семья всегда выше. Даже женщина, когда она осталась одна с детьми, и у нее есть духовные отношения с людьми, она занимается духовной практикой, чаще всего такие женщины говорят, я больше не хочу, мне уже устало. И она уже счастлива тем, что есть у нее все. Потому что счастлива гораздо больше, чем те, которые ищут в 70 лет себя нового мужа. Почему? Потому что она уже нашла свою семью, понимаете? Потому что настоящая семья – это семья духовная. Понимаете, как часто мне люди говорят, Олег Геннадьевич, как мне воспитывать своего сына, если у меня нет мужа и не могу найти? Я объясняю, что проблема не в сыне, а в том, что вы не живете правильной жизнью. Так как у вас нет духовной семьи, а духовная семья появляется в результате жизни, вот этой вот духовной, человек находит сначала направление духовной жизни, потом свою веру, потом в этой своей вере он находит людей, которые с ним способны строить очень глубокие отношения. И постепенно он углубляется в эти отношения, обретает свою семью духовную. И в этой духовной семье человек уже не скучает от одиночества. Ему хорошо в ней, в этой семье. Женщины становятся защищенными в своих чувствах, родственных чувствах. Женщина должна иметь родственные чувства, иначе ее жизнь бесполезно протекает. Она должна чувствовать любовь, близкие отношения с людьми. Она не должна жить просто одна, один совсем один. Она должна чувствовать очень глубокие отношения с людьми, в женском теле. И эти отношения обязательно будут с мужчиной. Просто есть опыт, что именно с мужчиной вот так хорошо получается. Но на самом деле те, кто получает более высокий опыт от душо-дуковных отношений, такие женщины, особенно в возрасте, уже не хотят замуж. Они хотят духовной практикой заниматься. Но не все. Некоторые все-таки хотят замуж. И они должны выходить замуж даже в преклонном возрасте. Это тоже нормально. Богом все предусмотрено. И там есть несколько плодов, которые придется клевать, потому что они сильно манят, они большие. Первый такой плод — это семья. Второй такой плод — это деятельность в этом мире или работа, занятость. Это тоже такой большой плод. И все мужчины, женщины хотят, чтобы был такой плод, который бы можно было клевать, и чтобы эта деятельность, занятость всегда приносила счастье. Но этот плод тоже сначала сладкий, а потом горький. Занятость в этом мире не является источником наслаждения. Так же, как семья — это всего лишь долг. Мы должны выполнять свой долг перед этим миром. Если уж говорить о долге, то у женщины, у мужчин он отличается. Женщины, например, должны трудиться там, где есть забота. И тогда они будут очень удовлетворены. Есть разные женщины, есть те, которые руководят, есть те, которые дают знания, есть те, которые способны заниматься бизнесом, и те, которые просто творчески трудятся. Четыре типа женщин. Но если женщина находится в сфере, где нет заботы ни о ком, она зря тратит свое время на работе. Она должна найти себе такой труд по своей природе, который бы давал ей возможность заботиться о других. Смотрите, есть много таких сфер. Например, благотворительность. Дальше. Забота о стариках. Забота о детях, допустим, в школе. Всегда женщины испытывают счастье, потому что они заботятся о детях. Там близкие отношения не строят с людьми. Дальше. Забота о животных. Забота об обществе в целом. Например, сажать деревья, допустим, или содержать какой-то участок, цветы и так далее. То есть любая забота о чем-то – это то, что приносит женщине максимальное счастье в деятельности уже. Потому что такая деятельность имеет женскую природу. И максимальное несчастье женщине приводит в деятельность, которая не соприкасается с людьми. Допустим, работа на конвейере, или в танке, когда она едет. Это соприкосновение с людьми, но уже по-другому, не по-женски происходит, а по-мужски. Она стреляет в людей вместо того, чтобы им давать дарить свою любовь. И женщина, допустим, милиционер. Она должна заботиться о людях, а ей приходится их наказывать. Понимаете, да? В этом случае женщина не испытывает слишком много счастья. Хотя женщина может быть милиционером и заниматься просто на участке, допустим, какими-то подростками, которые как бы плохо себя ведут. Она как милиционер имеет право их воспитывать. И она их заботится о них. В этом случае она счастлива. То есть о чем я сейчас вам говорю? О том, что в этом мире Господь создал разные виды деятельности для разных людей. Здесь есть свои законы, как надо действовать и что делать. Но так как мы не хотим выполнять эти законы, поэтому мы страдаем. То есть это факт, что в этом мире мы хотим наслаждаться и поэтому будем страдать по-любому. Потому что у нас желания направлены не туда. И сразу возникает вопрос, а как сделать так, чтобы туда направились? А вот это очень сложно. Потому что даже если я помолился, с утра, то через некоторое время после молитвы у меня опять захлёстывают какие-то свои желания, нежелания служить Богу. Потому что когда человек молится и со святостью соприкасается, это его переворачивает психику на бескорыстный лад. Бескорыстного лада у нас самого по себе нет. Как некоторые люди говорят, да я, Олег Геннадьевич, всегда всем счастья желаю. Это значит, что ты себя вообще не знаешь, дорогая моя. По факту ты только себе счастья всегда желаешь, а не кому-то другому, только себе. Некоторые женщины говорят, а я, Олег Геннадьевич, очень люблю заботиться о своих детях. Тогда возникает вопрос, а почему бы тебе не заботиться о чужих детях, а не о своих? Если такая бескорыстная. Нет, я люблю заботиться только о своих детях, о чужих как-то не так сильно люблю заботиться. Тоже люблю, но так сильно. Почему? А потому что когда ты заботишься о своих детях, в это время тебе приходит наслаждение. И ради этого-то наслаждения ты и занимаешься своими детьми. А когда чужими занимаешься, наслаждение не приходит. Поэтому ты ими не занимаешься. Таким образом, есть разные виды корысти в этом мире. Есть явная корысть, есть скрытая корысть. Но какая бы она ни была, она все равно корысть. Понимаете? Поэтому в этом мире все, они все живут вокруг корысти. А корысть это что такое? Смотри, давайте будем изучать. Что такое духовная энергия? Духовная энергия, когда человек с ней соприкасается, то он что делает? Делает людей других счастливыми. То есть человек соприкоснулся с духовной энергией. Я улыбнулся, допустим, как Март Бельнес поет. И я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. Когда человек кому-то улыбается, то что происходит? Приходит улыбка назад. От улыбки станет веселее. Словно даже маленькой улитки. Так пускай повсилу на земле, словно лампочки включаются улыбки. И тогда наверняка вдруг запляшут облака. Кузнечик запеликает на скрипке. И так далее. То есть видите, эта песня, она приносит радость, да? Потому что мы поем о духовной энергии. Когда мы дарим что-то духовное, то оно начинает все возрастать, все больше и больше, и больше, и больше, и больше. И это описано в Веданта-сутре, в ведическом произведении, Ананда, Будхи, Варданам. То есть духовная энергия имеет все возрастающее счастье. Чем больше мы занимаемся духовной деятельностью, тем больше счастья, тем больше счастья, тем больше счастья. Но одно условие. Оно должно быть полноценной, эта духовная деятельность, абсолютно бескорыстной. Но мы не можем такой деятельностью абсолютно бескорыстной заниматься, потому что жаба всегда душит внутрь. У нас есть такая сила, которая всегда, вот допустим, бескорыстно отдал деньги, уже отдал кому-то, пожертвовал там нищему, дал хлебушек ему, допустим, уже дал. А потом, когда уходишь... Ай! Жаба укусила за мозги. Зачем я отдал ему? Лучше бы сам съел. Вроде не хотел так подумать, а подумал. Понимаете, о чем я говорю? Что у нас нет возможности вот этого вот все возрастающего счастья. Поэтому даже занимаясь духовной практикой, мы первое время вообще никакого счастья по факту не чувствуем. Или чуть-чуть чувствуем, не так, как хотелось бы. Надо продолжать просто. Надо развивать эту чистоту отношений со святой личностью, со священным писанием. Когда чистота достигает определенной степени, начинает вот это вот все возрастающее счастье действовать внутри человека. И он обретает радость и сдает экзамены своей жизни. Экзамены все сданы. Ты понял, что это существует духовная сила. Итак, видите, в этом мире существует страдание, потому что мы несем в себе силу, которая вызывает не вот это все возрастающее счастье. Когда отдаешь деньги, деньги кончаются. Материальную энергию, когда отдаем, оно кончается все. Но если я бескорыстно отдаю, тогда не кончается. Бескорыстный человек опять получает назад. Но с точки зрения материальных законов это не работает. Допустим, если бухгалтеру сказать, давай мы отдадим деньги, и мы получим потом назад. Он скажет, ты что, дурак? Деньги, когда мы отдаем, денег нет просто, и все, назад не получишь. Видите, то есть, если с точки зрения бухгалтеров, то это не работает. Но люди, которые жертвуют, они знают, что это работает. И если они узнают, что это работает, у них приходит назад меньше. Почему? Потому что они этим уже обуславливаются, они ждут. Они отдают нас, пожертвуют, и потом, опа, сколько теперь придет? В прошлый раз столько пришло. А в этот раз уже меньше. Потому что ты уже теперь не бескорыстную деятельность совершаешь, а корыстную. Видите, как сложно все, да? То есть, у нас постоянно нас мучает жаба, она с той стороны квакнет с этой, мы не знаем, куда от нее деваться. Поэтому страдаем. Но по факту надо точно знать, как происходит страдание вообще в этом мире. Страдание приходит по одной причине, потому что я хочу для себя жить, и это вызывает страдание у других. Потому что все же тоже для себя хотят жить. Если я для себя хочу, я что-то пытаюсь оторвать у других, себе. предупример. Женщина хочет нежности в отношении. А нежность для мужчины это аскеза. Он хочет уважения к себе. А для женщины уважать мужчину это аскеза. Видите, всегда делать что-то для другого человека это всегда аскеза. Приятное что-то для другого сделать это всегда аскеза. Как был такой яролаж, и два мальчика, один толстенький, другой худенький, стояли рядом. И тот, который толстенький, он ел бутерброд. Или апельсин, да. И тот, который худенький, говорит, если бы у меня был апельсин, я бы с тобой обязательно поделился. И тот, когда доел апельсин, оближался, говорит, жалко, что у тебя нет апельсина. Видите, то есть мы воспринимаем мир только со своей стороны. Мы вообще не понимаем другого человека рядом с собой. Вообще не понимаем, что ему надо. И есть одна буддийская мудрость, она говорит, ни один человек на этой земле, ни один человек не хочет делать ничего плохого. Вообще ни один. Ни один человек на этой земле не желает совершать плохие поступки. Ни один. А? Из боли. Из-за боли. Есть три типа людей. Одни люди очень сильно привязаны к материальному счастью. Жутко сильно просто. Их трясет от этого желания. И такие люди, они испытывают очень много боли в этом мире от того, что им этого счастья не дают. Эти люди находятся в невежестве. Как они воспринимают мир? Вот смотрите. Я хочу, чтобы меня уважали. И допустим, кто-то на меня смотрит без уважения. Такая боль дикая у этого человека в сердце возникает, что он принимает решение. Я его просто убью сейчас. Понимаете? И он почему так решение такое принимает? Потому что само сильное, такое сильное желание испытывать счастье от этого мира, оно вызывает вот такую реакцию. Почему так произошло? Потому что у этого человека совсем нет знания о душе. Он не понимает, что он душа, а понимать душа означает понимать счастье другого рода. Что значит, я понимаю, что я душа? Это значит, что я понимаю, что настоящее глубокое счастье приходит только от желания бескорыстно, беззаветно и бескомпромиссно и безусловно что-то сделать для других. И те люди, которые пытаются так действовать, у них есть опыт, они знают, что своими силами это сделать невозможно. Это можно только сделать, когда ты находишься в лучах того, кто так живет. А так живут святые люди, потому что они постоянно думают о том, кто так живет. А кто так живет, Бог так живет. Эта энергия бескорыстия принадлежит Богу, понимаете? Душа не имеет по своей природе полного бескорыстия, как описывают веды душу. Смотрите, есть океан, это духовная энергия, она принадлежит Богу. Есть берег, это тоже энергия духовная, но она соткана из корысти или материальный мир. Где находится душа? Душа находится между океаном и берегом. То есть она имеет пограничную природу. Она духовное существо по факту, но почему она имеет пограничную природу? Потому что у нее нет силы, своей силы собственной любить или жить бескорыстно. Любовь означает отдавать. Любовь или бескорыстная жизнь, или безусловное вот это счастье, вечное счастье, все это означает энергия Бога, не души. душа, она не может по своей природе быть бескорыстна полностью. Если она попадает под влияние Бога, начинает Богу служить, она становится бескорыстной. Если она начинает служить этому миру, то она становится корыстной. Вот и все. Когда душа уходит из кромки берега и глубоко туда в берег заходит, она становится настолько привязанной к этому миру, что она становится злобной в результате. почему злобной? Потому что ее сильно мучают здесь. Я как-то в молитве начал медитировать вот на этот облик Бармалея или бандита такого, злобного человека, который хочет всех поубивать. Я медитировал, медитировал на этот облик и увидел, что он просто очень сильно раздосадован. Не то, что он плохой человек, это душа раздосадованная, что здесь не дают ей быть счастливой. И поэтому она все крушит вокруг. Она хорошая душа, но она, ну, ей не нравится, что все остальные не выполняют ее требования. Есть люди, которые очень сильно привязаны к тому, чтобы их ценили. Например, у нас был такой случай уникальный, интересный. У нас одна девушка работала, и она как бы делала свою работу, все классно, но у ней была одна особенность. она очень претензионно относилась к тому, как с ней себя ведут, и при этом сама очень безапелляционно вела себя со всеми остальными. И в результате такой эффект создался, что она на всех переобижалась и лютой ненавистью возненавидела тех, кто находится рядом с ней. Причина заключается в том, что все оскорбления, которые ненароком или нароком совершили в результате деятельности рядом с ней люди, она воспринимала так, что она не могла их никогда забыть. А то, что она сама оскорбляла, она быстро забывала. Вот это и есть сильное желание наслаждаться этим миром. Понимаете, это привело ее к лютой ненависти, хотя ее окружали благостные люди по факту. Понимаете, часто так бывает, что мы попадаем даже в благостный коллектив и мы начинаем там находясь чувствовать вот эту лютую ненависть ко всем. И поэтому люди, которые в духовной среде живут, они знают, что любое обвинение человека, который занимается духовной практикой, является дорогой в ад. Даже если он не прав, ты все равно должен его простить и дальше служить ему в своем сердце, как к человеку Бога. Понятно? Поэтому с этой точки зрения критицизм вообще не помогает ни в чем. И нигде и никогда. Вот допустим, я критикую какого-то человека за что-то. Я ему помогу? Нет, я ему сделаю больно. Когда ему сделаю больно, у него разум помутнится и он не сможет исправиться. Помогу ли я себе критикую другого человека? Нет, я буду видеть только одни недостатки у него и поэтому я буду кушать его грехи. Когда человек видит недостатки другого человека, ест его грехи. И это Богу нужно для того, раз ты считаешь, что он плохой, войди в его ситуацию жизни и почувствуй то же самое. То есть поэтому когда мы кого-то критикуем, мы по факту просто входим в его ситуацию постепенно и получаем то же самое. За что боролся, на то и напоролся. Поэтому я договорят если ты можешь помочь, помоги человеку с помощью любви. Если ты не можешь, тогда не мешай ему. Теперь вы скажете, а как насчет наказания? Так вот, это тоже есть. Но наказывать можно только уполномоченный человек. Вот допустим, родители обязаны наказать своих детей, но с любовью. Если родитель наказывает не с любовью, наказание рождает злобу. А если родители не наказывают своих детей, это еще хуже. Это рождает вседозволенность. Поэтому родителям придется наказывать своих детей. И наказание своих детей, это проявление любви к ним. Также жена должна наказывать мужа, а муж должен наказывать жену с любовью. Наказывать означает говорить что-то, говорить правду, но с любовью. Как это возможно? Надо сначала простить человеку, а потом уже говорить ему правду. Смотрите, как мы живем. Если мы не прощаем, нам хочется сказать правду, а когда мы уже простили, мы не хотим говорить правду, чтобы не портить отношения. Любовь в чем заключается? Надо говорить правду с любовью, даже когда не хочется ее говорить. А когда тебе хочется говорить правду, когда ты раздражен, надо молчать. В этом заключается любовь. Меня спрашивают, как сделать так, чтобы скандалов в семье не было. Очень простой способ. Тебе хочется сказать правду человека, когда ты раздражен, молись. А когда ты успокоился и в сердце простил этому человеку, тогда ты обязан ему сказать правду. И тогда не будет скандалов в семье вообще. Никаких. Все будут счастливы. спрашивай. Допустим, у меня жена очень сильно привязана к тому, что она повесит белье, его нельзя трогать. Если я прохожу даже мимо, она пугается. Дай бог я дотронусь. Вот. И меня это раздражало. Но потом я помолился и почувствовал ее, что она так сильно привязана к чистоте, хочет чистоты. Это ее женская природа хочет чистоты. И почему я должен быть против этого. И я почувствовал, что это хорошо, что она так охраняет белье, когда оно сушится. Но тогда у у меня появилось в сердце чувство такое, юмористическое чувство. Юмор означает любовь и обучение по факту настоящим. И я ее с любовью передразнил, как она охраняет белье. Вот так начал ходить возле белья. Глаза такие квадратные сделал. И она потом много лет мне об этот случай рассказывала и смеялась. Видите, то есть получается, что и она уже перестала так делать по факту. Видите, получается, что когда в близких отношениях ты прощаешь человеку и попытаешься его потом понять и понимаешь его. Просто повесили ткань для того, чтобы снимать меня на хорошем фоне. фоне. так как я не достоин чтобы меня снимать в хорошем фоне. Вернее, достоин только наполовину. Это с одной стороны хороший фон, а с другой получился плохой. Вот так у нас в жизни все бывает. половина сладкого, половина горького в нашей жизни все бывает. И вот самое горькое заключается в том, что лекция должна заканчиваться. Да.